Здравствуйте, меня зовут Бузунов Роман Вячеславович, я врач-сомнолог, специалист в области лечения храпа, апноэ сна, бессонницы и других расстройств сна. Сегодня в нашем видеоблоге мы поговорим о синдроме смены часовых поясов. Это, кстати, одна из наиболее частых причин бессонницы. Связано это с тем, что современная цивилизация позволяет нам очень быстро менять часовые пояса, перелетая на реактивных самолетах. Еще этот синдром называется джетлаг, то есть фактически связанный с реактивными самолетами и смещением временных часовых поясов. У нас человек, мы люди, существа дневные, то есть днем мы должны бодрствовать, ночью мы должны спать. И различные процессы, текущие в организме, это связано и с сменой сна и бодрствования, и с продукцией различных гормонов, текут у нас тоже в связи с временем суток. То есть днем мы активно бодрствуем, мы впитываем информацию, мы расходуем энергию, ночью у нас происходит накопление энергии, продукция различных гормонов, например, гормон роста, и дети во сне растут. Или, допустим, тестостерон, мужской половой гормон, который тоже продуцируется ночью в глубоких стадиях сна. К утру начинается продукция кортизола, такой гормон стресса, который как раз способствует пробуждению человека. То есть так или иначе все процессы у нас связаны с временем суток. И если это время резко меняется, допустим, мы прилетаем на другую сторону земного шара, в Америку, разница может быть 10-12 часов составлять. И возникает странное ощущение, когда там всю ночь хочется, соответственно, кушать, а днем хочется спать. То есть организм не понимает, что произошло. И вот эта перестройка на новые, скажем так, часовые пояса, в которых мы оказались, она не происходит мгновенно. Обычно со сменой часовых поясов на час адаптация занимает сутки. То есть если, соответственно, мы перелетели через 12 часовых поясов, то нам практически нужно 12 часов, чтобы наши системы перестроились и мы начали жить по новому времени. И еще раз подчеркну, это касается не только сна и бодрствования. Тот же самый кишечник, если мы оказываемся в Америке, там крайне нежелательно там днем наедаться, потому что кишечник продолжает спать. И он тоже перестраивается со скоростью час-сутки. И он придет в норму через те же там 10-12 суток. Поэтому крайне важно так или иначе предпринимать те или иные действия, способствующие лучшей адаптации к этому. Я достаточно сложно, может быть, непосредственно в рамках видеоблога рассказать о том, что делать. Вот я написал такую книжечку, она называется «Как улучшить сон? Рекомендации для руководителей и бизнесменов». А именно это та группа, которая наиболее часто летает. Так вот, в этой книжке даны прямо четкие пошаговые рекомендации, что делать перед полетом. 10 рекомендаций, что делать непосредственно в полете, тоже 10 рекомендаций. И что делать после полета, тоже 10 рекомендаций, которые позволяют справиться с этим синдромом смены часовых поясов. Что касается медикаментозной коррекции, самый эффективный препарат в этом смысле – это мелатонин, ну или препарат мелоксен, который у нас есть в продаже в официальном безрецептурном отпуске, который позволяет настраивать наши внутренние биологические часы. И правила приема этого препарата тоже написаны в этой книжечке «Как принимать препарат при прилетах на восток, на запад». Но применение этого препарата в течение 4-5 дней при выраженной смене часовых поясов позволяет существенно быстрее человеку адаптироваться к новому временному часовому поясу, подстроить или перестроить все новые свои биоритмы под новое функционирование в условиях нового часового пояса. Что я еще хотел сказать в этом смысле – конечно, вот руководители-бизнесмены, они могут часто летать. Но давайте возьмем простого человека, жителя крупного города, который встает среди недели, допустим, в 6 утра у нас в Москве, чтобы добраться до работы по пробкам. Вечером он приходит домой тоже достаточно поздно, какая-то социальная активность, допустим, ложится в 12 часов ночи, а то и в час фактически ночи. И он банально не досыпает среди недели. Накапливается дефицит сна. Человек думает, что я сплюсь на выходных. И действительно наступает пятница. У человека еще думает, что завтра у нас суббота, можно погулять с друзьями, встретиться и так далее. Человек ложится в час-два часа ночи. И встает, допустим, в 12 часов дня на следующий день, замечательно выспавшись. Он прекрасно себя чувствует, он хорошо поспал, он это спался. С субботы на воскресенье тоже какая-то социальная активность, тоже поход с друзьями, допустим, там в ресторан или куда-нибудь еще. Тоже ложится человек в 2 часа ночи и встает в 12 часов дня, а то и в час дня. Тоже хорошо выспавшись. Но наступило воскресенье, а завтра понедельник, и надо вставать в 6 утра. Человек, так как он проснулся только в час дня, он не может банально лечь раньше и заснуть. Тех же часа-двух часов ночи с воскресенья на понедельник. И то даже в попытках заснуть еще час ворочается. А потом он, естественно, не может в 6 часов утра проснуться, потому что до этого он просыпался в 12 часов дня. То есть что получилось, что в выходные дни человек сместил свои внутренние биологические часы на 6 часов в одну сторону, а в понедельник ему нужно вернуться на 6 часов обратно. И вот это так называется, называемый социальный джет-лаг. То есть это ситуация, когда сам человек по своей доброй воле смещает внутренние свои биологические часы. А это просто так для организма не проходит. Я говорил, что смена на 1 час, собственно, времени отхода ко сну или подъема, потом адаптация будет занимать сутки. А если человек на 6 часов сместил свои внутренние часы, соответственно, биологические по отношению к астрономическим, то почти 6 суток он будет приходить в норму. Он с утра будет вставать разбитым, уставшим, невыспавшимся. Он его днем будет клонить ко сну. А вечером он тоже не сможет заснуть или будет, по крайней мере, плохо засыпать. И только к следующим выходным как-то ситуация улучшится, но все повторяется заново. Помните, мы как-то отменяли переход на зимнее и на летнее время всего на час 2 раза в году. И говорили, как это вредно, что у нас корова не доится, что у нас какие-то люди страдают, что у нас бабушки пишут письма. На самом деле переход на час туда-сюда, он абсолютно безвреден. Я и тогда говорил это, и сейчас повторюсь. Но если человек 4 раза в месяц на 3, 4, 5, 6 часов смещает свои часы в одну сторону на выходных, а потом пытается в понедельник вернуться обратно, то вот это может привести к конкретно болезни, к бессоннице, к расстройствам сна, к так называемому социальному джет-лагу. И здесь рекомендации очень просты. Желательно, чтобы время подъема в выходные и в рабочие дни составляла разница во времени подъема не более 2 часов. Это первое. Второе. Соответственно, вообще в идеале, когда человек говорит, что я доктор, как-то в понедельник плохо встаю. Я говорю, а вы попробуйте вставать 2 недели, вот просто в одно и то же время, вот в одно и то же время, ни минутой раньше, ни минутой позже, и в рабочие дни, и в выходные дни. И через 2 недели человек начинает просыпаться за 5 минут до звонка будильника, хорошо выспавшись. Потому что за 2 недели при любом раскладе организм подстроится под вот этот ритм вставания в одно и то же время. А если все время туда-сюда прыгает время подъема, то человек не понимает, организм не понимает, когда ему спать, когда вставать, когда ложиться. То есть еще раз подчеркну. А. Постарайтесь вставать в одно и то же время в рабочие и выходные дни, или разница должна составлять не более 2 часов. В этой ситуации у людей относительно просто здоровых, может человек более-менее быстро подстроиться при смене вот этих 2 часов. Если у вас возникают проблемы с тем, что вы не можете заснуть в воскресенье вечером, а потом не можете проснуться в понедельник утром, вот здесь постарайтесь все-таки не более часа разницу делать. Здесь адаптация наступает достаточно быстро. Если у человека все-таки сместились часовые пояса, то есть он хорошо отоспался в выходные дни, а потом не может заснуть с воскресенья на понедельник, то можно тоже принимать мелатонин или мелоксен, это таблеточка 3 миллиграмма, за час до сна перед предполагаемым отходом ко сну с воскресенья на понедельник, может быть с понедельника на вторник и даже на среду, то есть 2-3 дня. И в этой ситуации гораздо быстрее можно подстроить свои биологические часы под астрономические часы и скорректировать проблемы с засыпанием и с пробуждением с утра. Но в идеале, еще раз повторюсь, лучше не нарушать режим, и тогда бессонница выходного дня вас не будет преследовать. С вами был Бузунов Роман Вячеславович. Желаю вам счастья, удачи и хорошего сна. Субтитры создавал DimaTorzok